Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В этом году в Кустаная завершат строительство 32 домов. Из них три – это арендные. Отделу строительства уже поручено продумать, где будут строить арендные дома в 2024-м. Об этих и других вопросах сегодня говорили на аппаратном совещании. Подробнее расскажет Яна Галла. Спасено 95 человек, в том числе 16 детей. Отбуксировано на очищенный участок дороги 58 единиц техники. Кустанайские спасатели подводят предварительные итоги работы в зимнюю непогоду. Центр реабилитации для детей с аутизмом все-таки появится в Кустанаях. Он откроется этим летом. Подрядчики уже приступили к работе в заброшенном здании бывшего бизнес-колледжа. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Рудном. Она носит техногенный характер. Об этом сообщили в Акимате Кустанайской области. Согласно информации, сейчас все системы жизнеобеспечения Рудного работают в штатном режиме. Ситуация стабильная. Тем не менее, в связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени их износа участились аварии и порывы, Акиматом города для экстренного реагирования, а также для привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения. Она не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирования городских систем. Информацию об этом озвучил и представитель ДЧС региона. Экстренно были проведены восстановительные работы. То есть, это устанавливались теплотрассы над землей. Это все, конечно же, делалось временно для того, чтобы быстрее обеспечить жилье теплом. Поэтому для устранения, то есть, существуют дальнейшие угрозы в случае, допустим, отключения тепла и повреждения этих сетей, требуется дополнительное приобретение материалов, то есть, этих труб и так далее. Для этой цели объявлена чрезвычайная ситуация, чтобы максимально быть готовым на случай возникновения подобных аварий. Сегодня в Рудном сменилось и руководство, как сообщила пресс-служба Акима области, Куандык Испергенов, который был Акимом Рудного с 2020 года, ушел с поста в связи с переходом на другую работу. Временно исполнять обязанности Акима Рудного будет Виктор Ионенко. К другим темам. Ошибку при подаче заявки на льготное автокредитование выдала созданная для этого платформа уже в первые минуты после открытия. Сегодня в 10 утра в Казахстане впервые запустили пилотную платформу для приема заявок по программе льготного автокредитования. Наши корреспонденты тоже попытались на ней зарегистрироваться. В первые 30 секунд удалось подписать с ЭЦП заявку, ввести номер телефона, выбрать производителя автомобиля. Но после нажатия на кнопку «Далее» сайт выдал сообщение об ошибке. В последующем зарегистрироваться так и не удалось. Ранее сообщалось, что в первый день запуска пилотной платформы сможет зарегистрироваться 761 заявитель. Затем прием заявок закроют, а функция «Подать заявку» станет неактивной. В Банке развития Казахстана сегодня сообщили, что лимит на льготные автокредиты был исчерпан за 18 секунд. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. Сообщается, что сайт «Аутонисие» КЗ справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен. Функция «Подать заявку» стала неактивной. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, далее на ежемесячной основе для 100 и более заявителей. Искать площадки под строительство арендного жилья. Такое поручение сегодня было дано отделу строительства. До конца этого года в Кустанае планируют сдать в эксплуатацию три арендных дома, строительство которых не могут завершить уже несколько лет. А вот дальнейших планов пока нет. Возможно, арендное жилье в 2024 году будут строить в микрорайонах Кунай и Береке. Этот вопрос особенно актуален в связи с тем, что численность населения города выросла. Яна Гала продолжит тему. В 2022 году промышленными предприятиями города произведено продукции больше, чем на 1 триллион тенге. Львиную долю 54% занимает машиностроение. Производить автомобили в Кустанае стали больше. Пищевая промышленность занимает в общей цифре всего 18%, но и здесь отмечают рост производства. В прошлом году стали больше выпускать муки, подсолнечного и сливочного масла, а также макарон. Реализовали в Кустанае в прошлом году и три проекта вне государственной программы индустриально-инновационного развития, создав 168 новых рабочих мест и вложив 3,5 миллиарда инвестиций. В городе действует более 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса с численностью более 50 тысяч человек. В структуре налоговых поступлений больше половины приходится на средний и малый бизнес. Наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в сфере торговли и потребительского рынка, где также фокусируется положительная динамика в отношении объема розничной торговли. Это хороший показатель. Я считаю, что вот эти цифры говорят сами за себя. Малый и средний бизнес, он развивается. Просто в вопросе первого, то, что говорили, предпринимательство, там нужно, конечно, это все понятно, где-то помогать, создавать еще больше условий для малого и среднего бизнеса. Рассказали на совещании и о том, что в этом году за счет бюджета планируют завершить все долгострои. Речь идет о трех арендных домах и 29 кредитных в микрорайонах Береке, Кунай, Аэропорт и Юбилейный. Сдачи в эксплуатацию их ждут сотни кустанайских семей, поэтому весь процесс поручено держать под контролем. На будущее, на запас. Вот отдел строительства поручаю, вы смотрите площадки. Вот сейчас у нас есть Береке, Кунай и площадки. Соответственно, вы сейчас должны уже закладывать, где будем мы арендные дома строить. Строительство жилья – актуальный вопрос и в связи с приростом населения. Миграционная сальдо за 2022 год положительная. То есть, прибыло в город людей больше, чем убыло. Согласно цифрам статистики, в Кустанае проживает 264 193 человека. Хамзан Рупиисов, Яна Гала, РТН. Количество выездов на спасение людей, оказавшихся на улице в сложных погодных условиях, сократилось в Кустанайской области в этом году по сравнению с прошлым. Сотрудники ДЧС региона предполагают, что это произошло благодаря хорошей работе по оповещению местного населения. Но несколько операций спасателям все же пришлось провести. О том, сколько людей доставили с трасс региона в пункты обогрева, представители ДЧС рассказали на специально организованном брифинге. Угроза жизни и здоровья людей из-за сильных морозов, буранов или метелей сохраняется в Кустанайской области. За прошедшие два зимних месяца в Департамент по чрезвычайным ситуациям региона от местного филиала КАЗ Гидромет было направлено более 40 штаммовых предупреждений в связи с ухудшением погодных условий. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям передавали информацию в госорганы, организации и населению через смс уведомления мобильного приложения Дармен через социальные сети. В связи с ухудшением погоды введены ограничения движения транспортных средств на областных дорогах 26 раз, на республиканских 21 раз. В совместность с Департаментом полиции выставлялись временные посты. Всего было задействовано 120 человек личного состава и 70 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям. На постоянной основе ведется профилактическая работа по предупреждению чрезвычайного периода. Своевременное оповещение населения и принятие ограничительных мер способствовали сокращению количества выездов на аварийно и поисково-спасательной работы на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но 22 раза спасателям все же приходилось разыскивать людей и помогать им. Отмечается, что перед началом зимнего сезона были пересмотрены алгоритмы действия организации госорганов по реагированию на чрезвычайные ситуации. Одно из действий – это своевременное закрытие автодорог и оповещение об этом населении. По словам Азамата Римбаева, в каждом населенном пункте региона созданы группы месседжей ватсап, куда и отправляются оповещения. В последующем необходимо отметить своевременную и качественную работу инспекторов полиции, участковых инспекторов полиции совместно с акимами сельских округов, то есть своевременный запрет на выезд при ухудшении погодных условий с населенных пунктов. Это все в купе со всем оповещением позволило нам в текущем году минимизировать территорию ситуации. Ну и на будущее сотрудники ДЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности перед выездом из населенного пункта заблаговременно ознакомиться с прогнозом погоды. Не стоит игнорировать штормовые предупреждения и СМС-оповещения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог. Диара Ахмельчин, Италь, Луговской, РТН. Продолжаем выпуск. В ответ на поддержку государства сельхозавропроизводители должны заботиться о своих сотрудниках и увеличивать объемы производства. Акимобласти посетил Федоровский район, где встретился с главами предприятий. Они рассказывали о сложностях, с которыми сталкиваются в своей работе. Однако со многими доводами глава региона не согласился. О подробностях этой встречи расскажут мои коллеги. Первым на встрече Акимобласти с руководителями сельхозпредприятий и жителями Воронежского сельского округа Федоровского района вышел рассказывать о своем предприятии Анатолий Сергеев. Они работают с 2004 года, производя и экспортируя органическую продукцию без применения гербицидов. Производительность увеличивать пытаются, но получается по-разному. Предприятию было рекомендовано более углубленно работать над развитием потенциала. Ведь сельхозтоваропроизводителям только этого сельского округа за три года было выделено субсидий на 2,5 миллиарда тенге. Государство выделяет средства каждый год, урожайность не растет. Мясо производили в 1997 году в живом весе 198 тысяч тонн. По итогам прошлого года 90 тысяч тонн. В два раза меньше. Молока производили 436 тысяч тонн в 1997 году. По итогам прошлого года 420 тысяч. Нина Луценко, представляющая крестьянское хозяйство Людмила, говорит, поддержку государства ощущаем. Обновили парк техники, купили пассивные комплексы. Но беда другая. Работать некому. Молодежь жить в селе не хочет. Да и работа тут только для мужчин и то летом. Аким парировал. Людям нужно платить достойную заработную плату. Тогда и уезжать из села им не захочется. Формула успеха. Заботиться о людях. Получишь результат. Не будешь думать о людях. Не будет ничего. Ничего не будет. И вот эти все отговорки ваши, что некому работать, никто не остается. Первая причина-то в этом. Глава другого крестьянского хозяйства, занимающийся животноводством, рассказал о том, как они увеличивают поголовье. Перспектива развития есть, так же, как и проблема, мешающая расширяться. Сложность в том, что не хватает финансов на строительство. Обращался в АГК. Там надо залоговое имущество. И у меня действующий кредит. И поэтому все упирается в финансы. Ну, своими силами строимся. Этому предприятию обещали помочь через СПК. В итоге встречи сельхозтоваропроизводителям рекомендовали, пользуясь мерами господдержки, не забывать о развитии предприятий и выпуске большего объема продукции, а также заботиться о людях. Повышение заработной платы и развитие инфраструктуры округа поможет уменьшить отток молодежи и даст стабильность живущим в округе людям. Диарах Мечин, Яна Галла, РТН, Федоровский район. Одна из кустанайских заброшек, здание бывшего бизнес-колледжа, наконец, меняет статус. Теперь официально это новый строительный объект. Уже сегодня здесь начнуты работы по восстановлению здания, а летом вместо унылого и непривлекательного помещения горожане увидят центр реабилитации для детей с аутизмом, который очень нужен региону. Здесь же разместится и центр активного долголетия. Мои коллеги расскажут подробнее. Здание бывшего кустанайского бизнес-колледжа давно стояло заброшенным. У местных властей было несколько вариантов, как можно использовать его. Но длительные тяжбы с прошлым собственником все время откладывали решение. Наконец, в прошлом году была озвучена информация о том, что в здании расположится центр реабилитации для детей с аутизмом и центр активного долголетия. А сейчас слова начали обретать форму. В заброшенном здании вновь слышны голоса и начались строительные работы. Данный объект порядка 15 лет пустовал. Сегодня мы его будем адаптировать под социальный объект. Здесь определен подрядчик градстройсервис с Туркестанской области в рамках государственных закупок. Стоимость реализации строительно-монтажных работ 624 миллиона тенге. Объем работ и сроки их выполнения довольно сжатые. По словам Берика Танжарикова, за февраль подрядчик должен провести уборку мусора, а его в пустующем здании скопилось довольно много и успеть демонтировать все старые ненужные конструкции. В конце февраля должны начаться работы по наружным инженерным сетям, чтобы можно было локально запустить отопление и приступить к отделочным работам внутри. А к концу июля объект должен быть сдан. Здание в принципе рабочее в состоянии. Техобследование перед проектом делали. Все ответственные конструкции, плиты, стены, они в хорошем состоянии. По словам Акима Кустанайской области Кумара Аксакалова, который посетил стройку, область сегодня очень нуждается в таком центре. Сейчас в регионе 2600 детей с инвалидностью. Около 300 из них потенциальные воспитанники нового центра. Это дети, имеющие расстройство аутистического спектра или иные ментальные особенности. Здесь с утра будут находиться дети. Сейчас пока принято решение о 4,5 часах пребывания в этом месте, где во время посещения данного центра с детьми будут заниматься специалисты. Специалисты – это дефектологи, специалисты узкой направленности и будем управлять ситуацией. Возможно, что в перспективе дети смогут находиться в центре и полный день, заметил глава региона. Кстати, соседи особенных детей в этом здании, центр активного долголетия, будут иметь свой отдельный вход и 500 квадратных метров площади на первом этаже тоже будет отдано именно им. Хамзан Орписов, Валерия Зиновьева, РТН. Получать экстренную медицинскую помощь люди будут быстрее. В Кустанае меняют правила выезда скорой помощи к пациентам с хроническими заболеваниями. Теперь их будут обслуживать ближайшие к адресу вызова медучреждения, вне зависимости от места прикрепления пациента. Кто будет обслуживать пациентов, относящихся к поликлиникам, не имеющим скорой помощи, и почему врачи рекомендуют все-таки прикрепляться к ближайшему к месту проживания медучреждению, расскажем в следующем сюжете. По закону каждый человек может выбрать поликлинику по своему усмотрению, к примеру, жить в центре, обслуживаться на КСК в третьей поликлинике. Но если человеку требуется помощь скорой, которая работает при поликлинике, то может возникнуть долгое ожидание из-за сложных логистических маршрутов медиков. Поэтому теперь вызовы скорой по четвертой категории будут обслуживать медучреждения, ближайшие к адресу. К четвертой категории относятся состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического, но при условии, что нет угрозы жизни. В сутки два экипажа скорой, относящихся к четвертой поликлинике, обслуживают более 40 таких вызовов. Сегодня, разделяя участки, мы делаем как раз то, что будет своевременно оказываться помощь. Потому что, знаете, когда к нам вызов поступает, а машина едет со второго кустаная или с КСК, мы объясняем, что это же человеку не важно. Важно же ему, чтобы оказали помощь. И это делается все для того, чтобы быстрее оказывать помощь. По-новому обслуживать вызовы четвертой категории начнут уже в ближайшее время. Сейчас руководители и заведующие отделами скорой помощи поликлиник продумывают все нюансы и разрабатывают логистические схемы, деля город на участке. Учитывают и те медорганизации, которые, имея прикрепленное население, не имеют карет скорой помощи. У нас несколько есть частных организаций, которые оказывают медицинскую помощь. Вот, например, пятая поликлиника и поликлиника номер шесть вновь открытые. Мы с ними заключаем договора, так как у них не так много населения. Ну, например, в пятой поликлинике вообще нет территориальных участков, и у них нет скорой медицинской помощи при первичке. Поэтому мы с ними заключаем договора, мы им ежемесячно выставляем счет со списком пациентов, и они как бы нам оплачивают. Медики рекомендуют, прикрепляясь к медорганизации, пользоваться не только правом выбора, но и руководствоваться здравым смыслом. Ведь пациенту и самому неудобно добираться от места проживания в поликлинику не в своем районе, и врачам обслуживать такие вызовы сложно. Алексей Краснов, Яна Галла, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.